Всем привет! Представляю вам начало с серии обучающих роликов по всем интересным аспектам игры, которые связаны с геймплеем Тундры. Я постараюсь просто и внятно рассказать о полезных фишках и о всяких темах, ну а вас попрошу поддержать видео лайком для развития канала. Спасибо! В принципе эти видео полностью направлены на новичка, но может и более опытные игроки для себя смогут что-то подчеркнуть. Начну я с интересной и всегда актуальной темы, темы штурмовки. Ведь мало кто в неё умеют, но все любят убивать танкистов. Как по мне, геймплей на штурмовике достаточно привлекателен как в плане зрелищности и экспириенса, так и в плане нагиба на определенных рангах. Само слово штурмовка в Тундре означает атаку наземных целей при помощи самолета, ну или какой-то другой летающей техники. Но я пока затрону лишь самолеты. Штурмовка на самолетах делится на три вида. Это штурмовка бомбами, штурмовка ракетами и штурмовка курсовым вооружением, пулеметами и пушками. Тема реально обширная, так что мы её поделим на несколько частей. В этот раз, для начала, мы разберём самый простой вариант штурмовки. Это штурмовка курсовым вооружением. А лучший самолет для новичка, на мой взгляд, это П-40. Американский истребитель боевого рейтинга 2.3. Представлен он в игре за США, там целых три модификации, и за советов как прем. Нам же интересны именно Е и Ф-10 модификации. Последняя, самая предпочтительная, из-за мощного двигателя. Боевой рейтинг низкий, прокачать его будет несложно. А советский Китти из низшего ранга премов, и цена на него будет невелика. Вооружён П-40 шестью крупнокалиберными браунингами, которые могут с воздуха уничтожать не только машинки, но и большинство танков. Также, П-40 является полностью универсальным самолетом, и может воевать как с наземной, так и с воздушной техникой. Окей, с самолетом мы определились, теперь о практике. Собираем сетап 2.3-2.7. Это стюарты или, например, М3 Ли. Можно взять Т-18Е2 или даже ранний Шерман. Но для начала я советую всё же брать минимальный БР. Перед вылетом нужно проверить набивку лент. Для штурмовки пушками нужна самая пробивная лента. Обычно это броницели или наземка. У браунинга же это наземные цели. Дальше мы ставим минимальное количество топлива, чтобы облегчить наш самолет. Совместных первый респ в воздухе, да и будет длиться куда меньше, чем в Авиа РБ. В этом режиме минимум топлива это лучший вариант. Ну а дальше мы респаемся и вылетаем. Первое, на что стоит обратить внимание, это вражеские самолеты. Нужно посмотреть перед собой по сторонам и, конечно же, наверх. Игнорировать другие самолеты не стоит. Каждая атака по наземке – это шанс для другого самолета безнаказанно вас проатаковать. Или же сесть на 6. Окей. Если вражеский самолет в воздухе, то нужно его сбить. П-40 – очень сильный истребитель для этих БРов. Поэтому проблем с другими самолетами даже у новичка быть не должно. Обычная тактика в этом режиме – это лобовая. 6 браунингов против одной пушки в лучшем случае или вообще винтовочного калибра – это без шансов для врага. Да и сам Китти очень крепкий. Что не скажешь о бипланах, которых будет много. Лобовая на П-40 – это самый простой вариант для новичка. Главное не врезаться друг в друга и вовремя отвернуть. Ну и, конечно же, не ввязываться в дуэли с бипланами. Ну а если самолетов все же нет или их сбили, то летим к танкам. Высота должна быть не больше 1 километра, для того, чтобы разглядеть контакты техники. Лететь по низам – тоже не лучшая идея на П-40. Подлетаем к карте и начинаем в зуме рассматривать, что происходит внизу, время от времени поглядывая на вражеский авиаресп, чтобы не пропустить атаку с воздуха. Ну а где находится этот авиаресп, всегда можно определить по миникарте, нажав кнопку М. Допустим, мы нашли нашу цель. Переводим на нее прицел и пикируем вниз. Если скорость 300 или выше, тягу нужно убрать, чтобы не разогнать самолет до затяжеления рулей. Если же скорость ниже, то можно лететь и с тягой. Забывать о скорости не стоит, это очень важный момент в штурмовке. Если же она слишком высока, то ты влетишь в землю. Слишком низкая – не зайдешь на второй заход или подвесишься. В среднем это где-то 300-400 км в час и не выше 500. Вот такой вот диапазон скоростей на ките. Хорошо, дальше атакуем цель. Угол должен быть в районе 70-80 градусов. Проще говоря, мы заходим на танк так, чтобы пули попадали в крышу, а не в борт. Дальше делаем очередь и как только высота снижается до 100-200 метров, поднимаем нос вверх. Если танк получилось уничтожить, то улетаем в сторону под небольшим углом и снова потихоньку набираем высоту, не теряя сильно скорость. Такие маневры помогут сохранить машину и снова выйти на более-менее безопасную высоту. Если же танк остался в живых, дергаем мышку на себя и поднимаем нос кверху. Наша задача реализовать второй заход, а для этого нужна высота. В идеале нам нужно вернуться на 500-600 метров, где переваливаемся и снова наводим прицел на танк и повторяем заход. Но не забывайте оглядываться. Подвешенный самолет, как всегда, легкая цель для другого крафта или же для зенитки. А при переваливании можно помогать себе рулями направления и закрылками. После каждого захода ты теряешь скорость. Бесконечно это продолжаться не сможет. Вот почему, если со второго захода забрать танк не вышло, я рекомендую отлететь немного в сторону и набрать скорость, а потом по новой. В самой стрельбе ничего сложного на этих рангах нет. Почти все цели пробиваются и забираются с одного захода, максимум с двух. Это уже дальше нужно будет выцеливать крышу, МТО. Сейчас же можно наслаждаться стрельбой в силуэт. Разве что, можно вначале давать короткую очередь для пристрелки, а потом с корректировкой уже делать зажим. Такой подход сэкономит вам БК. Ну или, например, отключать форсаж во время стрельбы, что поможет уменьшить вибрацию. Цель игры на П40 – это развить и отработать технику захода в пикировании. Научиться чувствовать свою скорость при штурмовке, научиться её сохранять и привыкнуть к обзору с воздуха. И, конечно же, к самому геймплею на штурмовике. Также я советую попробовать пару раз отработать в самом начале захода на ботах в полигоне. Настраивается комната примерно так. Такой вот вопрос. Когда можно заходить на цель не под прямыми углами, а, например, под острыми сбоку? Это должна быть открытая, либо с плохим бронированием цель. Например, ЗИС-30. Это САУ спокойно убивается в борт. Также сбоку можно зайти на какую-то зенитку. Насчёт зениток. На этих рангах это враг, которого стоит уважать, но не нужно бояться. Что нужно о них знать? Чаще всего она стоит на респе. Подлетая к вражеской карте, нужно глянуть туда разок-другой и обращать внимание на трассера. Ведь она может стрелять по другому самолёту или же по танкам. Зенитка тоже может вас не увидеть, либо работать по другой цели. Да и мгновенной наводки у неё нет. Если вы заметили, что зенитка занята не вами, смело заходите и уничтожайте её. Как уклоняться от зенитки или же противозениточные манёвры? Обычно это самая простая ломаная траектория. Байт на одно направление и резкая смена в другое. Также при пикировании можно применять движение вверх-вниз мышкой или клавиатурой, что немного затруднит прицеливание зенитки. На этих рангах также эффективным будет атака в лоб со скольжением. Но это лишь под конец боя, если других целей уже нет. Не стоит повторять заход на танк, если зенитка ведёт по вам огонь. Сразу предпринимаем манёвры уклонения и уходим в горизонт. Ни в коем случае нельзя подвешиваться. Ну и последнее о зенитке. Брони у неё нет. Атаковать их можно даже с больших дистанций. Ну а самая частая ошибка при штурмовке – это суицид. Не только с бомбами. Даже с пулемётами некоторые пилоты летят до конца в землю с надеждой сделать фраг. Так делать не нужно. Один танк не стоит потери самолёта. Ваша задача – убить танков больше, чем умер сам. А размен – это очень плохой подход, который ещё и не всегда срабатывает. Куда лучше будет сделать второй заход, выжить и сделать ещё несколько фрагов, чем сразу же улететь в ангар. Суицид сгодится лишь в крайнем случае, когда ты горишь или очки заканчиваются. И нельзя дать сбить точку, а в распоряжении времени уже нет. В остальном же П-40 очень простой нагибучий крафт. Одними лишь пулемётами всего один такой самолёт может изменить исход боя. Ну а для новичка он может стать лучшим тренажёром для штурмовки. Он научит находить цели, выходить из пике, выстраивать заход и уклоняться от зениток. А также не забывать и о других самолётах. На нём, кстати, есть и бомбы, но о них уже в другой раз. Что же, надеюсь формат вы оценили, и если он зайдёт, то буду выпускать такие видео куда чаще. Ну а вы ставьте лайки, комментируйте видос и подписывайтесь на канал. Текст читал и на видео играл ЧСВ, всем пока-пока. Суицид сгодится лишь в крайнем случае, когда ты горишь или очко... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok